Мы разговариваем сейчас с соседом, он говорит, кто же это видео твои смотрит вот такие вот, я говорю, природу? Смотрят люди, вот в Италию уехали люди, в Германию. Нет у них вот такой природы там, как у нас. У них своя природа, у нас русская природа вот такая, гляньте, это же красота. Он говорит, их природа лучше. И неправда. Русская природа самая красивая природа, она такая скромная, она вот с детства меня окружает, я её обожаю. Я люблю любую природу, любую, любую пейзаж. Но я здесь выросла, это родинка моя. Это нежная моя родина, вот нежная такая моя родина. Красота какого, что смотрите, закат, солнышко, вот я иду, да, и вот она акация, какая красивая. И вот они дубы, которые тебе, конечно, посадят, он говорит, что родина. Кому нужна эта вот такая вот природа? Нужна природа. Люди смотрят и грустят, и вспоминают свою родину, как они росли здесь, и какие у них были пейзажи. И как они за окошко здесь, вы видели, в школу шли. Люди же вот уехали за границу. Благодарят. Из Москвы сейчас люди встретились, благодарят. Из Питера люди идут, благодарят. Все благодарят, все буквально благодарят за мои видео. Вот, вы только посмотрите, сколько красоты. Это невероятно. Это я вам покажу, сейчас на закате солнца у нас вот посадила женщина, у нас живет, жена журналиста Брянского Новикова, Лариса Константина. Смотрите, видите, красота какая. Вот прямо аллея такая. И дальше она так посадила. Вот она посадила вот эти акации. Мы с соседом там посадили акации, с Геной, с соседом. Потом Алексей Кузьмич посадил дубы. Вот, понимаете, вот все красота у нас тут. Это же все взойдет, это же все поднимется, и люди будут идти восхищаться. Это останется вот все, что останется после нас, вот этому миру, который Бог нас пустил, да? Делайте добро, спешите делать добро, люди. Мало живем, мало-мало-мало, совсем, совсем, я говорю, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 край. Ну, кому-то повезет 90-100, редкий случай. Гляньте, какая красота. Гляньте, это же не трудно посадить все. Это так вообще благодатно. Это такая красота. Такая просто красотень. Вот такая красота. И я на фоне этой красоты с вами. Вот. Вот такая вот в новых очках бабочка у меня такие очки. Вот. И акация, вот она. И акация вот она. Ой-хе-хе-хе. А колючая. Колючка. Красивая колючая такая, колючая. Ой. А пахнет, как она пахнет. Ой, как же она вкусно пахнет. Ай, красота. Ай-хе-хе, красота. Это все красота, говорят у нее. Красота у меня. Все, все красота. Травы эти мои. Вот эти вот красивые травы. Вот эти мои травы. Высокие такие, красивые. И я иду по ним. Ой, красота. И клевер. Я его приносила, чтобы он вырос здесь. Специально сажал этот клевер. Чтобы была цветочная такая поляна. Ну, вот сегодня Алексей Кузьмич сказал, собаки жрут, говорит, цветы. Я прямо видела. А я переживаю, кто ж это рвет их. А это собаки. Жрут цветы, говорит. Ну, кушают тут на здоровье. Витамины всем нужны. Что поделать. Подцветет вот так, порадует нас цветочек. Недолго радует, но радует. Вот. Значит, они вот такие с добром. Я их сажала. Значит, они нравятся всем цветы. Не только людям. И это здорово. Да. Вот. Вот такая вот красота. Вот такая вот. Видите? Вот. И гвоздички тут у меня такие взошли. Я их показывала. Гвоздички такие красивые. Вот она. Красота. Красота. Вот такая красота у меня. Вот она. Это целая планета. Планета цветов вокруг нас. Не замечаем, не обращаем внимания. Идем, торопимся. Все по своим делам. Гляньте же. Только посмотрите на это чудо. Это обыкновенное вроде чудо, которое нас сопровождает с детства с нашего. Кто-то к этому привыкает, а я привыкнуть к этому никак не могу. К этому чуду, к этому диву. Меня все восхищает. Буквально все восхищает. Земляничник какой красивый. Видите? Это же божественное все. Это же все божественное, божественное все. Все красивое такое, необыкновенное. Вот смотрела, говорю, что ж это такой за этот самый, как его называют, цветочек растет. А вот он какой вырос. Гляньте-ка, какой красивый. Гляньте-ка, какая красота. Видите, какая красота. Это сказка какая. Вот такие цветы у нас растут. Пожалуйста, видите? Вот они. Прелесть, просто прелесть. Невообразимый. Каждый цветок со своей какой-то изюминкой, загадочкой какой-то со своей. Гвоздички мои, красавицы. Вот они. Вот они. Сеялые семена. И они в том году не взошли, а в этом году получились. Гвоздички. В общем, все-все красивое. Все такое красивенное, необыкновенное. Даже трава, посмотрите. Вот обычная трава полевая. Гляньте, как она хороша собой. Какая красота. Все я скажу вам, люди. Любуйтесь на цветы. Смотрите, сколько от них идет энергии. Хорошие такой, позитивные. Это ж прелесть. Это просто прелесть. Вот так на закате дня в Брянске. Вот такая наша русская природа. А вот он, жасмин. Это вообще сказка. С детства помню букеты жасмина. Мама наломает веточек жасминовых. Принесет в дом огромный букет. И помоет пол, уберет. Пол был деревянный. У нас дом свой был. Частный дом. Древянный. И вот букет этот в зале помню. Это красота. Это же красота, люди. Это просто красота. Невообразимая красота какая. Вы гляньте. Какое таинство, да? Каждой прожилочке жизнь. Вот как веночки у человека. Как кровеносные сосудики. Каждый лепесточек из такой веночки состоит. Вы только гляньте, как это красиво. Гляньте. Близко вам показываю. Разглядите вот вместе со мной. Вот эту красоту. Божественно. Просто божественно. И все. Все божественно. Вот эта красота. Вот такая красота. Вот такая красота. Вот такой красивый куст жасмина. Вот такой необыкновенный. Вот такая красивая аллея у нас. И вот такое солнце. Вот такое. В листве. Красота. Красота, красота. Сейчас вот эти бутончики свернут. Свои граммофончики. И все. Цветочек заснет к вечеру. Закрываются уже. Граммофончики эти. Вот. Вот такого доброго вечера вам я пожелаю из Брянска. От Леночки Желанкиной. И вот на фоне я жасмина. Жасминовый такой рай. Красота такая, да? А пахнет. Все пахнет. Раньше запахи удивляли. Сейчас еще больше удивляют. Потому что после ковида ценишь это. Что дыхание, вот это обоняние возвращается. Что ты можешь запах почувствовать цветочный. Вот этот волшебный, волшебный запах. Вот этот вот. Природы, жизни. Сейчас встретила знакомую. Он говорит, что у него знакомая переболела уже 4 раза. 5 раз вот, наверное, сейчас болеет. Говорит, ковидом. Это вообще так страшно. Господи, помилуй нас всех от него. Чтобы он исчез. Растворился этот ковид. Вообще исчез. Чтобы землю снился.